Разработать миссии для наноспутников самому возможно. В Самарском университете имени Королёва открылась 18-я международная летняя космическая школа, перспективные космические технологии и эксперименты в космосе. Участниками школы стали 19 студентов из 7 стран – Боливии, Мексики, Перу, Мьянмы, Эфиопии и Бразилии. Мне с детства нравилась Россия и космическая техника. В Бразилии космическая отрасль не такая продвинутая, поэтому я решил участвовать в этой школе. В такой хорошей стране, где космическая отрасль так развита. Мне это поможет состояться и как профессионалу, и как личности. Маленькие наноспутники весом до 10 килограмм выполняют всё больше полезных функций. Например, они берут на борт десант крохотных фемтоспутников размером с теннисный мяч, а затем выпускают в космосе, так площадь исследования становится больше. Об этих технологиях участники школы узнают из лекций ведущих учёных на первой неделе обучения. Если молодой человек прошёл через эту школу, я имею в виду школу создания наноспутников, то он будет совершенно другим специалистом, специалистом более высокого уровня. А двухнедельная наша школа, её, может быть, главная цель – это заразить этим движением как можно больше людей. На второй неделе обучения студенты в командах создадут собственный проект – разработают миссию для наноспутника. Студенты получают реальный опыт работы с космической техникой. Не просто в теории что-то по книжкам изучают, а могут в стенах университета прикоснуться своими руками, собственно говоря, к реальной космической технике. Они изучают уже готовые примеры, и мы им предлагаем на выбор несколько миссий для наноспутников, которые могут эти аппараты решать. И ребята уже в течение второй недели предлагают свой проект наноспутников. Свои работы студенты защитят перед комиссией экспертов. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.